Спасибо. Хорошо, коллеги, давайте, пока Александра Юрьевича подключают к всемирной паутине, давайте мы попробуем начать. История состоит в том, что в прошлом году был выпущен меморандум номер два Комиссии по лженауке Российской Академии наук, который, как полагается говорить, вызвал неоднозначные отношения. И то, что мы собирались обсуждать, это не тема меморандума по существу, да, мы не будем обсуждать, гомеопатия работает или не работает, ни с той, ни с другой стороны, то есть мы не будем говорить, что все гомеопаты лжеврачи и должны быть лишены лицензии, мы не будем вспоминать истории про то, как чья-то сестра вылечила кошку гомеопатии от сифилиса. Мы будем обсуждать формулировки самого меморандума, то, как он был воспринят, были ли сделаны ошибки в этих формулировках или не были, ну и, соответственно, вполне резонная точка зрения, что, к сожалению, публика идиот, и мы с этим ничего не можем поделать, она тоже имеет право на существование. Значит, у нас четыре основных докладчика, мне Петр настоятельно велел заткнуться и не высказываться, что я постараюсь сделать. Я предлагаю построить следующим образом. Сейчас все присутствующие, я их представлю, и они очень быстро, буквально за полминуты, выскажут основную позицию, без мотивировок, просто заголовок. Потом обратным ходом уже будет время чуть дольше эту позицию мотивировать и как-то отреагировать на то, что сказали другие. Ну и дальше как получится. Значит, дальше будет некоторая дискуссия между участниками, это называется круглый стол, я не вижу ни стола, ничего круглого. И, соответственно, я очень рассчитываю тоже на участие зала и в форме вопросов, и в форме обсуждения, но, опять-таки, единственное, что прошу как-то себя ограничивать и так совсем длинных докладов не произносить. Я заранее прошу прощения, если я кого-то буду прерывать, я постараюсь это делать вежливо, но твердо. Хорошо, давайте прямо по порядку, Саша. Да, я прошу прощения, мне надо представить заодно. Александр Панчин, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИПИРАН, член Совета фонда эволюции, автор одной пока книжки, да? Вторая еще не вышла. Полутора книжек и соавтор меморандума вот этого самого гомеопатического. Ну, задача меморандума, в общем-то, была сформулирована сразу, когда он начинал писаться. Писался он примерно полгода большим коллективом людей, около 30 человек, чуть меньше, и были достаточно большие споры на протяжении полугода о том, как он вообще должен быть написан и какие должны быть у него цели и задачи. Основная цель заключалась в том, чтобы предоставить всем нашим потенциальным союзникам некоторый мощный аргумент в искусствах на местах. То есть, грубо говоря, есть человек, Саша, полминуты. Человек, который приходит к врачу, ему выписывают гомеопатическую пилюль, есть человек, который приходит в СМИ, есть журналист, который хочет написать по теме гомеопатии, он хочет назвать это уже наукой, но боится, что его засудят. Так он может сосваться на меморандум, сказать, что вот есть некоторый официальный документ некоторой комиссии, вот все претензии к ним, а мы готовы на эти претензии отвечать. У нас все аргументировано и обосновано. Любовь Барусяк, доцент факультета коммуникации, медиа, дизайна, высшей школы экономики. Наверное, тоже какая-то степень есть, если мы со всех степенями представляем. Представляем. Ну, я сразу хочу извиниться за хриплый голос. Знаете, только... Сейчас, одну минутку. Нет, он работает, но только надо говорить прямо в него. Я буду все петь, прошу прощения. Я анализировала его в троицком варианте, публиковала статью, как реагировало общество на меморандум. Потому что то, что люди вкладывают, и то, что прочитано, очень часто не совпадает. И в данном случае, в общем, вот такая коммуникация во многом оказалась нарушена. И тех, кто из самых благих намерений вот этот материал готовил, ну, в общем, их посчитали гасителями всего светлого и чистого, и душителями свободы. Почему более подробно в ходе дискуссии? Да, Антон Родионов, врач, кандидат медицинских наук, доцент Сеченовского университета. Это первый мед, я так понимаю. Доброе утро, дорогие друзья. Я не вижу большой беды в том, как был сформулирован меморандум, как он был сделан, он был сделан. Все те научные позиции, которые мы должны были обозначить, мы обозначили, но это первый шаг. И он не будет работать, если не будут предприняты дальнейшие шаги. Да, конечно, что-то новое, что-то в кавычках революционное, с трудом принимается массами, естественно, вызывает отторжение. Нужно работать дальше. Это был первый шаг. И Артем Космарский, антрополог, научный сотрудник Института Востоковедения и редактор портала Индикатор.ру. Артем, и, наверное, вы уже можете сразу длиннее сказать, потому что мы потом все равно с вас начнем в обратном направлении. Спасибо. Хорошо. Я вас приветствую. Есть несколько важных пунктов именно восприятия этого меморандума нашими согражданами, особенно их интеллигентной, интеллигентской частью, которые, мне кажется, крайне важны, и в последующих очень громких дискуссиях были несколько не обозначены. Вот я бы хотел их обозначить, если позволите. Давайте, давайте. Да, да. Скажем так, как мне кажется, там первый уровень, как Любовь правильно сказала, важно не только то, что говорится, но и как говорится. Каким стилистическим облакам, мирам, каким историческим структурам отсылает та или иная формулировка. Людей это все в памяти есть, или если какие-то формулировки ассоциируются с чем-то, эта ассоциация неизбежно всплывает. Но первая такая проблемная вещь в этом меморандуме, как я понимаю, это то, что он был воспринят как акт власти, что появляется некая группа, для многих людей неизвестная, комиссия по борьбе с же наукой, и говорит, что мы здесь власть, и властью, данную нам авторитетом западной науки, мировой науки, мы требуем, как там сказано, организовать организованное государственное противодействие гомеопатии. И использовать для этого, и мы, комиссия, обращаемся для помощи к государству. То есть люди в честь восприняли как покушение на медицинскую практику, встроенную в их жизненный мир, со стороны союза науки и государства. И все это, естественно, связано с риторикой, аргументацией о том, что это все делается для заботы об их здоровье. То есть в контексте нашей современной политической ситуации это было воспринято в одном ряду с такими мерами регулятивного государства, как закон яровой, там борьба с группами с убийством в соцсетях, в общем, о нас хотят снова позаботиться, не спрашивая нас. Это первый уровень. Второй. Есть память о Советском Союзе у людей. И дело тут не только в Академии Тел... Как он там? Академия, да? Лысенко и Лженаути, о чем Михаил Сергеевич писал в своей заметке о пяти мифах вокруг меморандума. Вот что такое СССР? Это страна, где у человека, у гражданина было крайне мало власти над собственным телом и здоровьем. И над ним все время надзирала медсестра, участковая и другие инстанции. Это повседневная власть и насилие над телом. Это все помнят. Ешь суп, а то зашиворот вылью. Опять этот мальчик без шапки, кто у него мама, почему он без шапки и так далее. Быстро все на прививке, мальчики направо, девочки налево. И тут немаловажный момент, что после 1991 года одна из свобод, которые свалились на наших сограждан, это была как свобода решать, принимать решения относительно своего собственного здоровья и здоровья своих близких. Да, такой суверенитет. Суверенная власть над собственным телом. И люди так или иначе эту свободу все-таки ценят. И не хотят ей поступаться. Даже если им предлагают что-то сделать под самыми лучшими аргументами. То есть, грубо говоря, есть семья московских интеллигентов. И гомеопатия встроена в их жизненный мир, в их, если угодно, моральную экономику, систему принципов, практика, которой обустроена их повседневная жизнь. Для них, грубо говоря, она работает. То есть у них есть свой врач, и вдруг они слышат, что типа гомеопатию хотят запретить. Разумеется, они воспринимают это как внешнюю агрессию. И тут последнее, что я хотел сказать. Это ситуация, когда ни государство, ни наука с большой буквы не могут практически, с трудом могут советскую ситуацию откатить назад крайне сложно. То есть суверенитет у людей в праве принимать решение о собственном здоровье и отнять крайне сложное трудоемко. Тут как пасту нельзя закатить назад в тюбик. Потому что если мы, или кто-то принимает решение о возвращении к советской, шире говоря, модерной ситуации, когда там какой-нибудь просветитель, срот и солдат мог прийти в индийское кочевье и сказать, давайте, ребята, отдавайте мне своих детей, мы их сейчас вымоем, оденем в чистую одежду, привьем и отправим в школу-интернат, где они будут не какими-то грязными оборванцами, а работящими гражданами нашей великой страны. Эта ситуация откатить нельзя. По крайней мере, это очень сложно. Если мы хотим откатить какая-то ситуация, когда сверху государство и наука могут подписывать людям, как мы заботимся о своем здоровье, то, к сожалению, это идет в связи с некими малоприятными формами власти и насилия. Спасибо. Артем, на всякий случай, я не прошу прямо сейчас ответить, но, может быть, это потом всплывет. А вот то, что вы сказали, к вакцинированию каким-то образом относится? Безусловно. Хорошо. Значит, тогда это можно будет потом. Антон. Михаил меня представил как врача и как доцента, что совершенно справедливо. Но я при этом еще немножко занимаюсь вот то, чем в нашей среде, то, что в нашей среде называется популяризация науки. У меня вышло пять книжек научно-популярных. Поэтому я немножко понимаю в журналистике такие какие-то основы. Так вот, в журналистике есть такая шутка очень не смешная, что существует только одна плохая новость. Это некролог. Все остальное – это пиар. И вот, как это не парадоксально, как это не обидно, но вот этот меморандум в чем-то, вот он стал тем черным пиаром, который действительно сработал. И дальше оперативная сторона немножко, руководствуясь такими принципами, айкидо потянуло на себя, немножко это все вывернуло, сказал, а ну вот, конечно, да, видите, это же вот все заговор фармафии, вот понятно, вот они. Поэтому, вот почему, там говорят, что взлетели продажи, после этого увеличился интерес какой-то гомеопатии, ну, по-видимому, это как раз сработал вот этот закон. Второе, второе, о чем нужно сказать. Сейчас так хорошо готовился, что потерялась мысль. Вот, да, Артем говорил о том, что в Советском Союзе там было немножко такое давление, давление большое со стороны власти, ну, было разное, я совершенно не поклонник советской модели, было разное, и мне почему-то хотелось вспомнить 60-е годы как какой-то период, когда все-таки был, ну, пусть некий культ науки, ведь название нашей встречи, физики, лирики, это же оттуда, это как раз вот из оттепели. И было действительно какое-то торжество науки, был некий культ науки, это было почетно, это было престижно, недаром меня мама сегодня спросила, там, куда ты собираешься, мне сложно было объяснять, я говорю, мама, вот помнишь, раньше в Политехническом музее были такие лекции, я говорю, вот это примерно то же самое. Сейчас культа науки нет, вместо этого есть культ религии, культ веры, и студенты даже, когда спрашивают, там, Антон Владимирович, а вы не верите в гомеопатию? Я говорю, друзья мои, как только возникает вопрос веры, вопрос науки заканчивается, а сейчас вот эта вера, она, я не говорю, я в данном случае не ради того, чтобы там оскорбить каким-то образом чувства верующих, мне они совершенно безразличны, вот, но сейчас это насаждение, насаждение веры, и вера в то, что вот что-то такое неведомое, оно все-таки есть, вот она, к сожалению, в обществе начинает торжествовать, вытесняя собой вот этот культ науки, то есть гораздо проще верить в то, что все, а все-таки вот что-то там же, наверное, есть, наверное, от нас что-то скрывают, чем ориентироваться на грамотных, каких-то правильных научных постулатах. Ну и, наконец, третье, наверное, здесь это камушек в наш огород, я имею в виду в огород медицины, потому что многие люди идут за помощью гомеопатам, каким-то другим альтернативным, течением не от хорошей жизни, а идут они туда, разуверившись в возможностях традиционной медицины, не имея возможности получить нормальную медицинскую помощь, столкнувшись с равнодушием, столкнувшись с безразличием, столкнувшись с каким-то вымогательством и так далее, поэтому это наша в чем-то вина, и если мы хотим ограничить применение гомеопатических и прочих оккультных методов в системе здоровья и медицины, значит, нам, по-видимому, нужно, я имею в виду врачам, в медицине нужно развиваться, природа пустоты не терпит, а это тоже очень сложные и непростые шаги, причем развиваться как в практическом направлении, так и в образовательном, в отношении студентов, и в этом я вижу свою работу. Любовь? Вообще, меморандум затронул очень много разных тлоев, связанных с разными представлениями о мире, но первое, о чем Артем говорил, конечно, это то, что он был воспринят интеллигентным обществом как покушение на свободу, и совсем не только по отношению к телу, а как покушение очередное на свободу вообще. И дело в том, что вот действительно в ситуации, когда запрещается каждый день что-нибудь, то вот здесь это было воспринято как очередное покушение. Второе, как справедливо было отмечено, да, то, что здесь апеллировали государству, и это касалось такой связи с государством, это второе, что воспринято было негативно, потому что государство все время хочет что-то запрещать, а здесь еще и фармфирмы, которые, очевидно, через эту комиссию, значит, пытаются свои доходы увеличить. Но главное еще другое. Когда речь идет о 60-х годах, особенно о 19 веке, то представление, что вот позитивистское мышление, что все должно быть проверено, и тогда это верно, что эксперимент решает, кто прав, кто не прав, сегодня мы живем в другой эпохе, пусть позитивистской, когда эти представления воспринимаются как устаревшие. Хотя, должна сказать, что обвинение в том, что в отличие от проверенных лекарств гомеопатические, их эффективность не является доказанным, как раз реклама гомеопатии и это главное обвинение меморандума уже восприняла. Я бесконечно сейчас вижу рекламу гомеопатических средств, где сказано, что они как раз прошли в лучших клиниках, как раз прошли проверку на большом количестве пациентов. То есть, делали это или не делали, естественно, потребители этой рекламы этого не знают, но мы ответили тем, что вы нам инкриминируете, мы говорим, что это не так. И самое важное – это авторитет. Вот если какие-то вот такого рода высказывания делают люди и организации и так далее, которые в обществе, по крайней мере, в обществе образованном, обладают авторитетом, это одно. Когда этот авторитет утрачен или не существует, тогда это совсем другое. И у Академии наук и ученых в общем современном обществе российском большого авторитета очевидно нет. И когда я читала обсуждения в сетях этого меморандума, они были страшно горячие, горячие только борьба антипрививочников с прививочниками, ну там вообще, так сказать, борьба идет не на жизнь, а на смерть в буквальном смысле, то здесь постоянно звучали обвинения, а кто они такие, чтобы что-то нам говорить и что-то нам запрещать. Эти сомнительные академики, вот как раз слово сомнительное звучало чаще всего, а почему мы должны верить, кто они такие? Наверняка, значит, ну в общем они хотят запрещать, а сами ничего не стоят. И терминологическая проблема. Вот лженаука – это первое, что вызвало буквально ожог именно в образованной аудитории Лысенко, значит, вот генетика и так далее. И то, что это продолжало линию, вот именно эту линию, буквально с первого слова, это вызвало, ну, очень острую реакцию. Я думаю, что когда академик Гисбург использовал этот термин, это бы не воспринималось так болезненно. К сожалению, авторы вот таким авторитетом в обществе не пользуются, и никто сейчас не пользуется, кроме одного человека. Вот, но и то не для той аудитории. И последнее, я долго говорю, хотя можно сказать еще много, это вот что. Мы, когда говорим о массовом сознании, о массовом обществе, вспоминаем всегда Молисовым мозаичным сознанием, что непознанное, значит, что прекрасно там сочетается и позитивистский взгляд, и религиозный, и вера в магию и так далее, предполагая, что для высокообразованной публики это не характерно, что это аудитория с неким мировоззрением. И действительно, это так, но в этом мировоззрении, тем не менее, это присутствует. И еще важно вот что. Медицина аллопатия, она, в общем, все больше работает по протоколу. То есть лечит как бы одинаково по протоколу всех. Гомеопатия воспринимается как что-то индивидуальное. Что здесь лечит не болезнь, а больного. Что здесь ты личность, а для обычной медицины ну ты винтик вот в этом ряду больных, там, я не знаю, астмой, раком и так далее. И это для современного, особенно гуманитария, ощущение своей индивидуальности чрезвычайно важно. И вот борьба с гомеопатией воспринимается в том числе и борьбой с человеческой личностью, с уникальностью, с индивидуальностью. То, что приписывается как очень важное достоинство гомеопатии. Мы все разные, и поэтому, кстати говоря, вот эксперименты не очень работают, потому что то, что работает в среднем, не работает на мне лично, в индивидуальности, на человеке, отличающемся от всех остальных. Вот меморандум, как бы посягательство на право быть не таким, как все. Саша? Коллеги, я вынужден немножко, не знаю, приземлить эту дискуссию, потому что начнем с тех изначальных установок, которые были. Что такое комиссия? Это общественная организация, не имеющая никакого финансирования. Что такое гомеопатия? Это, прежде всего, очень крупная компания Буарон, которая больше всего припиарилась на всем этом, из всех гомеопатических. Саша, вы немножко выходите за тиму, вы обсуждаете гомеопатию. Нет, я не обсуждаю гомеопатию. Во-первых, здесь обсуждали гомеопатию. Саша. Все, так вот, можно я договорю? Компания Буарон и материя медика из России с оборотом нескольких миллиардов рублей в год, с доходом нескольких миллиардов рублей в год. И, естественно, когда поднимается тема меморандума гомеопатии уже науков в СМИ, те силы, которые финансово заинтересованы гомеопатией, они тоже реагируют и пытаются что-то сделать. И у них ресурсов намного больше, чем у нас. Несмотря на это, я принял участие примерно в 15 программах по федеральным СМИ сам, и в многих программах принимали участие коллеги, в том числе Антон Родионов, Василий Викторович Власов и многие другие. И я посмотрел примерно все передачи, которые вышли по центральным телеканалам. Подавляющее большинство центральных телеканалов подали эту тему, как гомеопатия — это уже наука. Там они обычно дают две стороны, но сторона промеморандумная и у Киселева, как это было удивительно лично для меня, и по ТВЦ, и по НТВ была больше в сторону того, что гомеопатия — это уже наука. И при том, что тема гомеопатии была поднята настолько масштабно, что если вы смотрите Google Trends, вот есть, например, тренд Путин, как часто запросы в Google дают, вот он идет, тренд Путин, есть тренд гомеопатии, он идет как-то вот так, вот Путин идет, и вот в один момент гомеопатия по популярности превышает Путина, и это вот единственный момент, который был значимый, потому что все остальное, все дискуссии в интернете, которые были там, это то, что увидят, не знаю, тысячи, то, что было по федеральным СМИ, это то, что увидят миллионы людей. И речь идет не о... Только... Вот здесь было упомяно, что образованная публика, про Лысенко вспомнила, образованная публика, это очень небольшой процент нашего населения, реальные клиенты гомеопатии, это, как правило, как раз необразованная публика, это, как правило, те люди, которые как раз смотрят Киселева, это как раз те, кто смотрит НТВ, и то, что эти люди получили информацию о том, что гомеопатия — это уже наука, это, на мой взгляд, очень хорошо, и это очень большое достижение. То, что несмотря на существенное противодействие, удалось сыграть как минимум на равных, а может быть даже чуть-чуть лучше, чем наши оппоненты. Вот в этом массовом медийном представлении на тему гомеопатии. Дальше были какие-то нюансы упомянуты, мне они кажутся не столь существенными. Можно ли было это сделать лучше? Вот отмечалось, что даже здесь было упомяно, что якобы меморандум что-то запрещает. Мы это обсуждали, когда писали меморандум, мы ничего не предлагали запретить, мы выбрали самые мягкие формулировки, мы выбрали самое корректное определение того, что такое гомеопатия. В меморандуме прописано, что это не трава лечения, это история про то, когда берут что-то, разводят бесконечное количество раз, чтобы там ничего не осталось. Мы объяснили, что не все, что является гомеопатией по нашему современному законодательству является гомеопатией с точки зрения меморандума, и не все, что не называется гомеопатией, не является гомеопатией, потому что, например, то, что делает материя медика, они не называют это гомеопатией, но по факту это гомеопатией, у нас это прописано. У нас есть приложения по меморандуму, в которых отвечаются на все часто распространенные вопросы, и все те претензии, которые были к меморандуму, они звучали от людей, которые в основном, по всей видимости, не читали меморандум, потому что претензии, что мы пытаемся что-то запретить, может быть только человек, который не читал меморандум. Повлиять, написать меморандум таким образом, чтобы люди, которые его не читали, восприняли его лучше, мне кажется, невозможно. Потому что они по определению его не читали Что бы мы там ни написали Они бы его восприняли так Как они хотели бы это подать Запрещают власть Фармкомпании, лобби и так далее То есть мы можем повлиять только на то, что мы напишем Если есть какие-то претензии к тому, что написано в самом меморандуме А не к тому, как его интерпретили люди, которые его не читали То, мне кажется, их полезно обсудить Проколы, которые были Мне кажется, были совсем в другой области Мы получили несколько, скажем так, ударов в спину Один из ударов в спину был от того, что один из членов комиссии По борьбе с уже наукой Который то ли не читал, то ли не был включен в рассылку Вообще меморандум гонопатии он обсуждался в большой рассылке всей комиссии Но вот один из членов комиссии, который ее читал, он ее меморандум не читал Он выступил с критиком меморандума Это стал таким новым, во второй волне, когда уже основной пик немножко подходил к концу Были еще другие волны обсуждения меморандума И вот там, например, этот активно обсуждал, что вот один из членов комиссии Он меморандум не подписывал И он вообще впервые о нем слышит Ну, в данном случае, наверное, этого можно было бы предотвратить каким-то образом Может быть, нужно было более аккуратно подойти к тому, чтобы все действительно члены комиссии с этим меморандумом ознакомились Хотя, на самом деле, какие-то вопросы к этому предпринимались Общая рассылка, это все присутствовало Это технические проблемы нашей внутренней рассылки Это была проблема И, на самом деле, это была самая большая проблема, на мой взгляд, которая случилась в этой истории Хорошо, спасибо Я попробую сейчас провести социологический опрос А поднимите, пожалуйста, руки, кто читал меморандум Я его писал Замечательно А поднимите, пожалуйста, руки, кто читал приложения к меморандуму Ну, хоть какие-нибудь Артем Вы читали приложения к меморандуму? Я читал, конечно Хорошо, тогда смотрите Вот вы произнесли фразу, что меморандум предлагает запретить Я не сказал запретить Извините, это вы произнесли Саша сказал, что меморандум ничего не предлагает запретить Только рекламу Только рекламу Я говорил о том, как он был воспринят Я сказал, кстати, не запретить А вот я предварительно процитировал Применение гомеопатии должно встречать организованное государственное противодействие А не запретить Ну, это цитата Вот, значит, я обращаю внимание, что И это то, что имеет смысл обсудить На самом деле Вот, очень четко были сформулированы Две довольно жестко полярных точки зрения То, что сказала Любовь Что интеллигентная прослойка И в особенности ее гуманитарная часть Увидела несколько сторожевых слов И, значит, на них отреагировала на автомате И позиция Саши Которая сказала, мне пофиг интеллигентная прослойка Особенно из гуманитариев Потому что НТВ, Киселев и я не помню кто еще Это сказали миллионам людей Которые являлись целевой аудиторией Это вещь, которая обсуждается бесконечно в сообществе Если про нас Киселев сказал хорошо То это хорошо или плохо В прошлом году, если кто-то был У нас была целая сессия В которой дискуссия выехала ровно в это С точки зрения интеллигентной прослойки Это, так сказать, ну, синдром Бродского Называется в той статье, которую Артем вспоминал Значит, что если Евтушенко против колхозов То я за Если Киселев что-то поругал Значит, это очевидно хорошо А в 60-е годы действительно Я просто, ну, в 70-е я немножко помню С одной стороны, увлечение гомеопатией Это был такой признак мягкого диссидентства Что официальная медицина, значит, позитивистская и все прочее А, так сказать, это была такая вот мягкая-мягкая фронт С другой стороны, в фильмах, там, 50-х, 60-х годов Где действует какая-нибудь такая старорежимная тетка из бывших И всем гадят Вот она обязательно принимает гомеопатию по часам И в какой-нибудь вот самый такой патетический момент И говорит, извините, у меня гомеопатия уходит и вот пьет Я вспомню несколько кадров из нескольких фильмов Они чудесные То есть это действительно было маркировано Вот, и вторая вещь, которая, по-моему, была важная Значит, то, что сказал Артем Что это воспринималось как посягательство И любовь отчасти тоже Что это воспринимает, так сказать, меморандум Воспринимается как вмешательство государства в частную жизнь Там, отрицание за человеком право принимать решения И интересный вопрос, который в этой связи возникает Я не уверен, что прямо сейчас его надо обсуждать Тем не менее Есть такие области медицины, где государство обязано вмешиваться в частную жизнь А именно вакцинирование и эпидемиология Значит, если вы заболели чумой, то государство вмешается в вашу частную жизнь И вас изолирует от всех остальных Ничего не поделаешь Гомеопатия таковой не является Потому что там человек гномит действительно себя и своих близких Если считать, что гномит Если считать, что он их вылечивает, то то же самое Да, она с этой точки зрения Если не считать казуса материи медики и члена-корреспондента Российской Академии Наук Эпштейна Который гомеопатии действительно убивает людей Потому что он рекламирует аноферон как средство от энцефалита Значит, это действительно вопрос частного решения И опять-таки то, что говорил Саша Что цель комиссии была предоставить людям возможность Принять это решение информированное А не на основе веры Значит, про что говорил Антон Я попытался вот немножко подытожить Просто то, что было произнесено Если я что-то серьезное упустил То скажите мне, пожалуйста Вот, был Давайте мы попробуем из зала спросить вроде бы Значит, давайте Давайте сначала вопросы, а не высказывания Ладно, вот там и потом вот здесь Вопрос И спросите, скажите, кому? Сергей Вашко, главный редактор сайта Экспир Нет, кому вопрос У меня вопрос, собственно говоря, ко всем организаторам Я не знаю, кто из вас может на него ответить Я бы хотел, чтобы вы рассмотрели этот меморандум как пиар-проект Какие цели ставились, задачи Каковы были индикаторы успешности этого проекта И достигнуты ли они Потому что все остальное, извините, лирика Мы все знаем этот меморандум Давайте мы с терминологией осторожнее И у вас был вопрос А, ну тогда давайте Отвечайте Сейчас, я хочу вопросы собрать просто Да, ага Молодой человек и потом сюда Здравствуйте, у меня два вопроса Первый я Антон Родионову хотел задать Суть вопроса такая Мы говорим про обычных людей, которые вольно делают все, что хотят А вот вопрос к Антону такой Вот как вы прокомментируете существование учебных программ по гомеопатии в первом меде? И второй вопрос Ко всем, я не знаю, кому адресовать Какова позиция Минздрава официальная на меморандум по гомеопатии? Вот сюда и потом туда Ну вопрос такой Вот тот противопоставление советского времени и нынешнего в аспекте гомеопатии Как-то это не очень убедительно Ну лично для меня Потому что в советское время Вот как раз в данном вопросе Это некий выбор То есть Извините, великодушный вопрос Я прошу вопрос, а не высказывание Нет, это высказывание просто нужно пояснить Почему такой вопрос Там был именно выбор Сейчас, мне кажется, вот пришло время гомеопатии Отмирать как теория эфира Все-таки с 18 века Это зря с теорией лосинкции поставляется Тут Сталин абсолютно ничего не предпринимал по гомеопатии Она как существовала параллельно И в сталинском, и в хрущевском, и в бревне Так, извините, великодушный Вопрос, пожалуйста, задайте Почему противопоставлять советское время и нынешнее В аспекте гомеопатии Это, мне кажется, совершенно неверно Спасибо Вот там была девушка Я еще раз прошу прощения Но я действительно буду очень жестко это пытаться вести Здравствуйте Вопрос, наверное, к Антону И, наверное, к Александру Какова была основная цель меморандума? Есть гораздо более вредные для пациентов препараты, чем гомеопатия И далеко ходить там кока-кола или самолечение У нас очень много сейчас лечится вообще в больницах Ой, в аптеках, пардон Вообще-то Я просто медицинский антрополог Мне как бы это все близко И какова была основная цель? До этого никто не знал о комиссии по лженауке Зато теперь вы, как нынче принято, на хайпе Так, хорошо Наверное, я собрал Давайте вот первый и последний вопрос Они довольно сильно перекликаются Значит, это, по-видимому, скорее к Саше Да Про цели Цели, цели Был ли это пиар-проект И каковы индикаторы успеха? Ну, во-первых, сначала Я очень кратко отвечу на вопрос про Минздрав Минздрав обещал сделать комиссию Он ее не сделал, насколько мне известно Во всяком случае, никто про нее не слышал По поводу целей Одна из основных целей меморандума У нас не было такой огромной амбиции Что это прям покажут прям по всем центральным телеканалам Мы так не думали Потому что первый меморандум был не столь громким Но вообще цель была следующая Можно я сделаю? Извините, Саш, я вас перебью и сделаю еще один вопрос Это меморандум номер два А кто из присутствующих читал меморандум номер один? Отлично А кто хотя бы знает, о чем он? Отлично Можно я скажу? Да, конечно Меморандум номер один был о гадании по отпечаткам пальцев коммерческом Когда по отпечаткам пальцев определяют свойства личности И там был достигнут некоторый успех А именно, что при Совете Федерации Сейчас уже без подробностей Ладно, отпускаем без подробностей Так вот, цель меморандума заключалась в следующем Что есть современная научная точка зрения против гомеопатии И мы хотели донести эту точку зрения Как можно большему количеству людей С несколькими целями Первое, чтобы люди могли принять информированное решение О том, пользоваться им или нет гомеопатией Второе, для того, чтобы журналисты, рассказывая о гомеопатии Могли смело называть ее уже наукой Отсылаясь к меморандуму И не рискуя своими собственными репутационными потерями То есть взять на себя ответственность за объявление гомеопатии уже наукой Таким образом, собственно, задача была поддержать всех наших потенциальных союзников Которые где бы то ни было могут существовать От локально, да, там конкретная какая-то больница Где есть конфликт, допустим, между директором и сотрудником клиники Который, допустим, не хочет выписывать гомеопатию, а ему навязывают Или, например, студентами медицинского университета Саша, ну покороче Заканчивай Ну, в общем, вот И мне кажется, что с точки зрения донесения информации до широкой общественности Успех был достигнут Хорошо Любовь Если считать, что цели были таковы, как сформулированы Они были достигнуты? Ну, я два слова хочу сказать про Киселева и прочих Которые То, что они, если они это говорили Я не видела это очень хорошо Другое дело Что представление о том Что если Киселев скажет Там 100 миллионов посмотрели И поверили Это большое преувеличение Потому что верят те, кто изначально имел установку в это верить Те, кто изначально такой установки не имел Их изменить мнение Вот за один раз и за два раза невозможно Есть, кстати говоря, вот Миша сказал Про чуму Вот люди, что изолировать больных чумой, не возражают А вот прививать против чумы возражают Это разные вещи совершенно Вот потому что потом он опасен А до этого мы знаем, что это фармкомпании Хотят продвигать эти прививки И здесь тоже Изменить общественное мнение очень трудно Поверить Ну, вот когда спрашивали, кто читал Мы потому что сюда и пришли, что читали У нас, как известно, даже инструкции В общем, никто не читает Поэтому ключевые слова Вот то, что было прочитано Абсолютным большинством тем, кто про этот меморандум знает Значит, в следующем меморандуме Должны быть 10 ключевых слов Которые характеризуют содержание Но не бьют по больным точкам массового сознания Которых у нас просто очень-очень много Вот, единственное, что хочу сказать Если упали продажи лекарств Значит, достиг Я не думаю, что это произошло И я думаю, что вот никакой меморандум Не может изменить отношения Это нужно, чтобы этим занимались те, кому он адресован Врачи Ну, чтобы это все институты массовые с этим работали Делают ли они это, я не знаю Ну, вот, Кантонов, кстати, вопрос про кафедру Или там программу повышения квалификации врачей Да-да, я на этот вопрос отвечу Причем это всегда был очень болезненный вопрос для первого меда И впервые за 15 лет мне пресс-служба университета нашего Не согласовала официально какие-то программы Которые были посвящены гомеопатии Когда официально шел запрос Ну, бог с ним, в данном случае я встану на сторону родного университета Ответ очень простой Наши программы вторичны по отношению к тем законодательным документам, которые существуют Это не кафедра Мы не учим студентов гомеопатии Здесь не надо передергивать Это крошечный курс при кафедре после дипломного образования Абсолютно добровольный Где они там скромненько 15 человек в год из нормальных людей делают гомеопатов Но, опять же, это вторично До той поры, пока слово гомеопатия существует в нормативных документах Минздрава Значит, мы, по-видимому, это должны будем преподавать Если завтра Минздрав зарегистрирует специальность лечения древесными лягушками Значит, первому меду придется сделать какой-то курс лечения древесными лягушками А второму тоже придется? А второму тоже придется? А второму уж не знаю Ну, второй, конечно, должен за первым уйти Потому что, ну, первый, понимаете Тем самым, не лежит ли на первом меде еще большая ответственность? Конечно То есть, тем не менее, это вторично По отношению к тем нормативным документам Нет, нет, Антон, извините бога ради Тем не менее Извините, вот теперь я вас не отпущу Еще раз Правильно ли я понимаю Что официальная позиция первого меда состоит в том Что Что, коль скоро Что-то, что все понимают, является ерундой Но присутствует в том или ином виде в нормативных документах Первый мед будет это делать Вот какие санкции применят к первому меду Если он эту кафедру сейчас разгонит? Мне сложно отвечать в данном случае за первый мед Потому что я являюсь сотрудником Но абсолютно никак не определяю политику И, значит, честно говоря, не знаю, что существует в главных Я не знаю, что будет за это первому меду Вот, но, коль скоро вот это там приносит Какой-то доход, видимо, это держит Зачем? Я не знаю, честно говоря Зачем они это делают? Это больной вопрос Ну, вот эта кафедра существует То есть, наверное, надо все-таки начинать бороться с этим явлением С более высоким уровнем Это одна из двух точек зрения А вторая точка зрения Бороться с этим явлением там, где его видишь в пределах досягаемости Так, увидел гомеопата Ну, хорошо, ладно Я, наверное, отвечу на второй вопрос Который вам был задан По поводу того, что почему вцепились именно в гомеопатию Когда в жизни есть еще столько много негативных явлений Ну, честно говоря, на мой взгляд Это не очень удачный аргумент в дискуссии Это то же самое примерно нам говорили Когда мы обсуждали закон о борьбе с курением Говорят, ну что вы вцепились в это курение Когда в жизни гораздо больше там проблем А есть еще и выхлопы от заводов И от автомобилей и так далее Перевести это на простой язык Да, а что вы занимаетесь глажкой белья Когда в раковине полная раковина немытой посуды Ну, сейчас мы обсуждаем эту проблему Это действительно проблема И можно посчитать экономический ущерб от нее Завтра мы будем заниматься другими проблемами Либо другие люди будут заниматься другими проблемами То есть это проблема Мы сейчас готовы ее решать И нельзя сказать, что надо заниматься чем-то там более насущным Вот эта проблема сейчас есть Поэтому мы ее будем решать Состоявшаяся дискуссия показала, что мы не очень готовы ее решать А у меня вопрос вот к девушке, которая этот вопрос задавала Смотрите, все-таки речь идет о комиссии Российской Академии Наук И речь идет о науке И претензии меморандума гомеопатии Проходили в значительной степени Именно с точки зрения того, что она не является научно доказанным методом лечения Вы упомянули самолечение и Кока-Колу Вот тут естественный вопрос Это важная медицинская проблема Но какое отношение к Кока-Коле имеет Российская Академия Наук? Почему она должна была бы по этому поводу высказываться? А вот почему бы и нет влияния сахара Нет, извините бога ради Еще раз Комиссия по лженауке Про Кока-Колу Окей Да, то есть комиссия действует в рамках Своей компетенции Она не пытается решать все проблемы разом Потому что там А еще там алкоголизм Много медицинских проблем Согласна, да Гомеопатия Это та из медицинских проблем Которая имеет непосредственное отношение к науке Коль скоро утверждается в той или иной степени Что это доказанный метод Если я правильно понимаю, логика была такая Окей, согласна Спасибо Хорошо Про постпозитивизм Значит, это, я думаю, тоже очень сильная Разделяющая точка зрения между Как здесь написано, физиками и лириками Потому что лирики живут в эпоху постпозитивизма А физики по-прежнему живут в эпоху позитивизма И естественные науки Значит, естественные науки Все-таки Рассуждают в терминах Доказанных утверждений Массовых фактов Не рассматривают случаи чудесного Единичного Излечения под влиянием чего угодно Доказательная медицина Не рассматривает каждого пациента индивидуально А двойным слепым методом Значит, смотрит эффективность лекарств в когортах И так далее Вот Мы не хотим эту тему Давайте Я просто С вашего позволения Одно предложение Было сказано про протоколы Есть замечательная фраза Что протокол Это защита больного От гениальности врача Это так и есть Но дело в том Что больные Ну, то есть Ну, не обязательно больные Но люди считают Что каждый человек неповторим И вот это все Это фабрика Им нужны спаги-померки Ну, вот надо сказать Что я обсуждал похожие вещи С очень хорошими врачами И они говорили Вот ровно то же самое Что врач Вот беда Когда врач начинает думать Отдельно они говорили Что надо думать Это, так сказать В другой части того же разговора Но Тут Вот Здесь можно перефразировать Знаменитый Это, по-моему, Черчилль фраза Что демократия Это наихудшее Из способов правления До той поры Пока вы не познакомитесь Со всеми остальными Точно и так же С доказательной медициной По-видимому Это наихудший метод Из выбора лечения Но все остальные Еще больше никуда не годятся Артем давно хотел что-то сказать Нет, ну, то вы подняли Важный вопрос Про позитивизм По спецпозитивизм Но они закончили свою реплику Нет, закончил Я просто обратил внимание На то, что Заметная часть непонимания Может быть связана Вот ровно с этим Я как бы Не совсем с вами согласен Потому что Ну, да Допустим Представители гуманитарных Социальных наук Они сейчас больше Рефлексируют На тему того Что такое наука Какие критерии истины Как наука делается Главное Где пределы Силы ее утверждений Но это даже не очень важно А ведь меморандум же Я хочу это подчеркнуть Это выход Из сферы науки Как бы Где вот мы говорим Мы ученые думаем Так-то и так-то Мы исследовали Как бы смотрели В результате Это выход из сферы науки В сферу Как я уже говорил Власти В сферу Практических мер Вот И именно это вызывает Вызвало вопрос Недоумение Протест и так далее Но Мне кажется Как бы мораль Именно в этом Для нашего мероприятия Для исследовательствителей В том Что Вот то Что вы говорите Позитивизм Это Можно описать Как такой Золотой век Двадцатый Да Когда государство И ученые Шли рука об руку Да Когда государство Прямо вот Говорило Давайте вот Хорошо Вот мы сейчас Возьмем как правильно Вот как по науке И это все вот сейчас Воплотим на практике Но Как бы это Сейчас Этот золотой век В принципе Это скорее кончился Чем не кончился Вот И вот собственно Это и есть позитивизм И Как сказать Сейчас мы живем И считаю Это хорошо В ситуации Радикального равенства Когда Вот Обращение К внешней инстанции Вызывает Неприятие Внешней инстанции Власти Имею ввиду Когда Каждый ученый По сути дела Или просветитель Он говорит Только от себя Говорит Своим читателем Со своей аудиторией На равных Я вот читаю Так-то и так-то Это потому Что так-то и так-то И должен прикладывать Какие-то именно Интеллектуальные усилия Вплоть до Красивых роликов На ютюбе Которых Александр Любит репостить Вот Чтобы доказать Свою точку зрения То есть Это ситуация Разговора на равных И это хорошо То есть Ни одна из сторон Не Как бы Не Утратила право Лесе что Хвататься за автомат Или там Хвататься за указ С подписью президента Артем А вы считаете Что Ученые Как сообщество Не должны давать Рекомендации власти Посмотрите Я Я Не Хотел бы Избежать Высказываний В духе Должно Надо И так далее Это как бы Уже выход За рамки Я хотел Я пытаюсь Хорошо Давайте я пересформулирую Считаете ли вы Что в разумно Устроенном государстве Профессиональные Сообщества Ученых В том числе Имеют Обязанность Перед обществом Давать Рекомендации Основанные На научном Консенсусе Мне кажется Разумно Устроено государство Это очень Проблематичный Концепт Ну вы ушли От ответа Это хорошо Это по-видимому Постпозитивизм Вот И Второй вопрос Про разговор На равных Что вот Наступила такая эпоха Когда все равны И каждый должен Убеждать Значит Я вспомнил бы Я ее дословно Не помню А содержание Помню Речь Андрея Анатольевича Залезняка При присуждении Ему премии Солженицына Несколько лет назад Где он говорил Что эпоха интернета Привела к тому Что все имеют право На мнение И мнение Специалиста Который чем-то Долго занимался Ничем не отличается От Значит Мене девочки Которая вышла И сказала Что я так думаю Что я так думаю Вот вам Любовь кивает Как социолог Я так понимаю Что это просто Правильный диагноз Вот Значит А вот Если мы попробуем От объективизма Так сказать Про то Как оно есть Все-таки Немножко Попробовать Подумать Как оно должно быть Вот вы считаете Что так и должно быть Ну Вы немножко утрируете Да Согласитесь Потому что А вы нет На самом деле Это дилемма Это безусловно Сейчас попробую сказать Что я имею ввиду Ситуация разговора на равных Она при своих плюсах Имеет свои минусы И минус такой Что Как бы правда Любая девочка Или не будем сексистами Любой мальчик Можно сказать Своему профессору Прямо во время лекции Что это вы нам тут рассказываете А я вот в интернете Другое прочитал Да Девочка Я могу сказать Откуда там возникло Это не сексизм Это была отсылка К дарвиновскому процессу Была действительно девочка Там никакого Ничего дурного Не имел ввиду Ну хорошо Неважно Это я на самом деле Скорее шутливо Сказал Неважно Вот Боитесь, да? Действительно Ведь как бы Это дилемма Тут нету Однозначно Однозначно Выход Именно вот то Что вот такой вот Нахрапистый Авторитет людей Которые не Не уважают Они Это проблема Но тут нету Очевидного выхода Я думаю Что решение В проблеме образования Которое должно Сохранять Вот это Понимание Того Что вот Есть некая Большая система Истины И каждый человек Он как бы Должен Входить в нее С неким пиететом Спасибо Я только обращу Ваше внимание Что вы тоже Употребили слово Должно Только что Да Вот Я мое мнение Скал Да Это мое мнение Хорошо Значит Здесь Давайте мы уже Попробуем У нас осталось Чуть больше 15 минут Давайте мы разрешим Высказываться Тоже Не только вопросы Задавать Но я опять-таки Прошу говорить Во всяком случае Не длиннее Чем спикеры Да Вот сюда Там еще длиннее было Потом туда А потом Я даже не знаю Артем Артур давайте У нас уточняющий вопрос С трансляции Саша Когда ты говорил Про аудиторию Которую вы хотели Зацепить Ты в частности Сказал Что ваша целевая аудитория Это скорее Низкообразованные люди Чем высокообразованные И поэтому Рефлексия интеллигенции Тебя не очень интересует В чате Только что скинули Ссылку на исследование Ссылка на подмет Исследование Социологическое В скандинавских странах О том Что основными потребителями Гомеопатии Являются женщины И скорее люди С высшим образованием Нежели С каким-то другим Соответственно Вы проводили Какое-то исследование Предварительно Нацеливались ли На какую-то конкретную аудиторию И смотрели ли потом Охват по конкретным группам Прежде чем вы начнете отвечать Я все-таки отметил Что у нас не Швеция И заметное количество людей Которые пьют Абцилок к акцинам Они про слово Гомеопатии Я вообще не знаю Суть вопроса не меняет Про предварительное исследование И финальную оценку Саша Ну я аутирую Конечно Это вообще ни с чем Мне необразованных людей Не интересует Я также отмечу Что, грубо говоря Скажем так Большинство людей Это не те Кто читают новую газету А те Кто смотрит Киселева Просто потому Что Киселева смотрит больше Да Это вы говорите Про охвату аудитории А вопрос был Нет Вопрос был Про что Любовь говорила А есть ли основания думать Что они посмотрели Киселева И поменяли поведение Я просто потому Что А Этого мы не знаем Ну вот У меня вопрос Как раз об этом был Александр Скорее Извлеклили вы Какие-нибудь уроки Для следующих Меморандумов По организации И отслеживанию Результатов Потому что Все понятно Почему Результат Я посмотрел 15 программ Это не результат Не-не-не Погодите Коллеги Если вопрос Сдавайте его коротко Ну уже понятно О чем речь Давайте Все Поняли уже Саша Нет Ну Значит Если вы предложите нам Способ объективно Померить Повести двойной слепой Эксперимент В рамках Целой страны То есть Половине страны Показать меморандум А половине страны Рандомно выбранной Не показать меморандум Чтобы это было Реально объективное Научное исследование Это я только приветствую На практике нам очень сложно Что-то здесь оценить Потому что кроме меморандума Возникает очень много Других факторов В частности Например Был очень большой ответ На рецепт самого Буарон Который выпустил Серию плакатов В поликлиниках С рекламой У нас оцелококсинум У нас все научно доказано Вот И кстати Ссылаюсь на Кохрановский обзор В котором показано Что эффективность Оцелококсинума Не доказана Вот Пример того Что делают наши оппоненты И Поэтому оценить Вообще Именно Что было бы Сы без меморандум Очень сложно Добрый день Николай Савосин Кемеров Вопрос такой Практический Больной У нас Именно мой Практический вопрос Опять же Да Проблема демаркации Вот мы ее Постоянно упоминаем Позитивизм Постпозитивизм В постпозитивизм Примешается релятивизм А это что Не одно и то же На мой взгляд Вот Все-таки Может быть Мы Какое-то Консолидированное мнение Как у меня написано В прошлом Слете Было написано Что Пропаганда Консолидированного Мнения Научного сообщества А его Нет Вот Может быть Сначала Сделаем Консолидированное мнение Относительно Того Что такое Наука И Что мы Уже На местах Могли То есть Я В Кемерово У меня Половина Моих Потенциальных Лекторов Начинает Мне рассказывать Вот эти Все истории Что Ах Там Этот Меморандум Они там Все Значит Жидомасоны Рептилоиды Хорошие У вас Лекторы Все Такое А Это Это Николай Может быть С другой стороны Это Как раз Входной Фильтр На качество Лектора Я Да Но я Сам Его Накладываю Этот Фильтр Как мне Людям Объяснить Что Вот Мы Кого Берем А Кого Не Берем Люди Обижаются Это Кому Вопрос Вообще Ко всем Нужен ли Нам Консолидированное Мнение Относить Что Такое Наука Оно Возможно Оно Возможно Вообще Да Я Позреваю Что Надо Начать Со Смысла Жизни Пока Не Ответили Закрыть Комиссию Потому Что Это Конечно Не Получит Ага Поскольку Вы Очень Большой Целеустремленностью Уходите От От ответа На Вопрос О Целях И Задачах Проекта О Критериях Его Успешности И Не Понимаете Как Оценивать Я Предлагаю Вам Действительно Рассмотреть Следующие Свои Шаги Как Пиар Стратегию У Меня Сложилось Четкое Ощущение Что Меморандум Достиг Ровно Обратного Эффекта Потому Что Вы Не Понимали Зачем Его Делаете Продажи Гомеопатических Средств Увеличились В результате Пиар Компании Развернутой Вами Инициированные Вами Этим Меморандумом Пожалуйста Подумайте В следующий раз Об этом Как О пиар Проекте Спасибо Это не требует Ответа Это Комментарий Да Петр Что Давайте Я скажу Человек Который Должен Ответить На этот Вопрос По поводу Целей Пиар Компании Извините Микрофон Немножко Подальше Вот так Хорошо Или тихо Говорите Или далеко Я это слышу Достаточно Часто Я Сейчас Хочу Выбориться Это Ожидать Что Саша Пытался Про это Говорить Что Это Может Быть Смоделировано Потому что Это Очень Сложная Система Маркетинга Вот Такого Рода Коммуникации Секундочку Можно Я Скажу Я вас Выслушал И Все Рассуждения На Тему Того Что Мы Давайте Сделаем Эксперимент Почитаем Они Достаточно Не имеют Под собой Оснований Во-первых У меня Есть Минута Потому что Я хочу Скать Не выросли В таких Случах Смотрят Долю Фармрынка Они Упали Они Доля Фармрынка Упал Два Она Упала Не из-за Этого Скорее Всего Там Другие Причины Она Всегда Падает Возможно Меморандум Никак Не Повлиял Три Мы Делая Этот Меморандум Мы Учим Вы понимаете Что Никто Вообще В мире Толком Не знает Как Работать С такими Вещами Это Надо строить Сложные Модели Измерять У комиссии Нет денег У эволюции Мало Вы представляете Сколько стоит Петр Пропаганда Я не знаю Я ответил Это Agile Подход Вы не ответили Но это И не был вопрос Он ответа не требовал А вы Предлагали Просили реплики Все уже Вот Здесь Было Давайте Девушки Раз уж Мы Сексисты Спасибо Меня зовут Амин Изралиева Я доктор Я тоже Некое Отношение К этому Имею Я Может быть Отвечу На ваш Вопрос Для меня Смысл Был в том Какая Волна Пошла После этого В мире Как Отреагировали Наши Американские Коллеги Европейские Британские И многие Люди И многие Организации За рубежом Они делали Стейтменты Они говорили Вот Молодцы Хотя бы Наконец-то Хорошие новости Из России Кроме Того Я Выяснила Практикуют Гомеопатию Веруют В гомеопатию Это было Неожиданным И откровением Лично для меня Потому что Я училась На научном факультете Вроде как И это Довольно странно И для меня Это в каком-то смысле Стало таким Водоразделом Потому что Теперь у меня Есть очень хороший Индикатор Как понять Можно ли направлять К этому Однокурснику Пациентов Или нет Но я думаю Что со временем Это будет расти Эти круги Будут расходиться То есть просто Краткосрочные эффекты Могут быть Ну непонятными Но долгосрочные Я уверена Будут очень хорошими Ну все Спасибо Сейчас Вот давайте Вот сюда Вот молодому человеку Да И потом рядом И потом Вот туда назад Там уже давно Тоже люди просят У меня реплика Небольшая Павел Колосницын Великий Новгород Вот Сейчас вот Дискуссия Противостояния Физики и лирики Да Возникает Противостояние Естественники Гуманитарии Ну это оно и есть Его нет Гуманитарные науки Так же опираются На Я вот как историк Говорю Тоже на научные Принципы Вот А Вот То есть Проверяемость Опора на источники И так далее Потому что У нас У гуманитарных наук Есть ответная претензия Если мы будем Делиться так То Извините Самый большой Вклад в распространение Лжеисторических знаний У нас внесли математики Нет этого противостояния Есть Понятие науки И компетентности Хорошо Спасибо Молодой человек И назад Потом У меня давно есть комментарий Пиманов Владимир Студент Южного федерального университета Ректором которого был Жданов Юрий Андреевич Наверняка Знаете Раз упоминаете Борьбу с Лосенковщиной У вас и сейчас неплохой ректор Великолепный Вы поставили Точнее Вы Мнения разделились Часть говорит о том Что малообразованная часть населения Паниковала из-за ограничения Точнее Паниковала из-за запрета гомеопатии Как лекарства Которое лечит Нет, нет, нет Извините Я просто поправлю Было сказано ровно наоборот Было сказано Что основные претензии К меморандуму Были у Взакообразованной части Гуманитарной интеллигенции Но направлен был А направлено С точки зрения Александра Основной И вот как раз у меня К любви Небольшой комментарий По факту Вы сказали Что нет сейчас Авторитетов Российской науки Проблема в том Что в науке В принципе Не должно быть авторитетов Потому что Перед написанием Точнее Перед тем Как меморандум вышел Я читал доклад В котором кто-то Из членов комиссии Полженауки Заявил Что в научной среде Не может быть Авторитетов Потому что Даже самые умные И самые сильные Мира сего Могут ошибаться То есть Все принципиально Опровержимо Иначе Это становится Лженаукой Соответственно Может быть Стоит И теперь вопрос К сотруднику РАН Может быть Стоит Немножечко Направить Работы Еще на популяризацию Идеи Научных знаний С другой стороны То есть Не просто Рассказать Что гомеопатия Это Лженаучное течение А также Довести знание Что ученый Который выходит Академик Или сотрудник РАН Это Человек Который выражает Какую-то Определенную Истину Которая действительно На данный момент То есть Что они должны Ждать авторитетов А вы читали Меморандум? Конечно Я читал Меморандум Он носит Рекомендательный характер Он не воспринимается Как Вот ровно То что вы говорите Как попытка Высказать Консолидированное Мнение Научного сообщества Но Когда он вышел Большинство Передач Были посвящены Именно построению Диалога Между сторонниками Науки И сторонниками Гомеопатии Причем со стороны Как раз Как образованного Гуманитарного Большинства Так и со стороны Сторонников Гомеопатии Выражались Такие логические Ошибки Как аргумент К жалости Аргумент К авторитету Вот там Назад У меня вопрос К Антону Елена Мотова Врач Клиники Рассвет Клиники Доказательной Медицины И медицинский Журналист Знаете Я хотела Что спросить Мы тут Говорим Про физику И лириков И про Кафедру Гомеопатов Какую-то На первом меде А меня на самом деле Волнует такой вопрос У нас масса врачей И я сама Их видела Когда На курсах Повышения Калификации Которые не являются Гомеопатами Но тем не менее Назначают Гомеопатические препараты Своим пациентам Вот каким-то образом Меморандум Мы говорим о том Что врачи Должны быть А с какой целью Они назначают Эти препараты Вот я не знаю С какой целью Я специалист Одна из целей Может быть такая Что если пациент Ничем не болен Но очень тревожен То пусть он лучше Попьет шарики Чем пойдет в аптеку Самолечиться Как было сказано Мне кажется Что тут вопрос Не в том А в том Что они думают Что это Не то что там А в чем вопрос Вопрос о том Как этот меморандум Повлиял Вот на эту вот Часть Как-то он был Обращен к этим Специалистам Что-то он изменил В их Я не готов Я не готов Я не готов ответить Коротко Как-то он повлиял Или нет Наверное на людей Которые прочитали И осознали Наверное он повлиял Глобально на систему Медицинского образования Вот на коротком отрезке Он не повлиял На это мы видели На примере первого меда Те коллеги Которые действительно Занимаются образованием И просвещением И вот Я в том числе Я проехал там От Калининграда До Южно-Сахалинска С профессиональными лекциями Да, я стараюсь что-то сделать Я не один Ну это хорошо Дальше 40 лет Наверное будем водить По пустыне Теперь я прошу прощения Это будет последний вопрос Я хочу оставить время Для реплики Просто каждому из Членов круглого стола Иначе мы Без итога останемся Я прошу прощения У тех, кого не успели Ага Давайте предпоследний Еще последний вот здесь Давайте Только очень коротко Врач Клиничный фомаколог Руководитель сервиса Телемедицины Мобильный доктор Я посмотрел Статистику на Яндекс У Яндекса есть Такой сервис Который отслеживает запросы Вордстат И по слову гомеопатия Такая ситуация То, что когда вышел Меморандум В течение месяца То есть обычное количество Запросов 200 тысяч В месяц В феврале Там 700 тысяч Саша про это только что сказал Да, 700 тысяч вопросов Потом снова Опустилось до привычных 200 Во-первых Как действовать Как мы Планируем действовать дальше Чтобы привлекать внимание К этому То есть второй Еще один меморандум По этому поводу Будет явно не так популярен И вопрос В продолжении того Что уже задавался Самый продаваемый В России препарат Это актовегин Это гемодериват Из крови телят Будет ли работа В этом направлении Спасибо Это к Саше, наверное Саша, только очень быстро Ладно Ну, по поводу будущих Меморандумов И на какой-то конкретный препарат Делать кажется Не очень целесообразным Ровно потому что Слишком много отдельных целей Нужно бить по крупным мишеням Есть вариант того Про что делать следующий меморандум Но как раз Мы это не афишируем пока Вот Что касается Наверное Еще раз по поводу целей Все-таки я прокомментирую Последнюю будет Вот моя последняя реплика По поводу целей Опять же Для меня очень важно То, что люди имеют право Принимать информированные решения В свете научных знаний Если человек После того, как он услышал Про то, что гомеопатия уже наука Все равно решил пить гомеопатию Ну, это его дело Наша задача была Его проинформировать И, собственно Одно из основных Предложений меморандума Было то, что На, допустим Упаковку гомеопатии Людей должны предупреждать О том, что Научно это не подтверждено Собственно Вот Поэтому, когда Спрашивают Про продажи Гомеопатических препаратов То для меня Это не очень релевант На самом деле вопрос Вот люди, которые Потребляют гомеопатию Они уведомлены Что их обманывают Или нет Это другой вопрос Все Здравствуйте, коллеги Может быть хорошо, что я завершаю Потому что у меня комментарий Благодарность Вообще на самом деле Потому что То, что происходило За этот год И вот я ко всем обращаюсь Я из Хабаровска Организатор Science Slam Научный стендап И в регионах Вообще достаточно тяжело Людей на научно-популярные события Привлекать Ну а когда Вообще Это начали обсуждать На федеральных каналах В том числе Люди хотя бы Стали рассуждать Вот обычные люди Не относящиеся Ни к науке Ни к просветительству Стали рассуждать терминами Лженаука Наука И это действительно здорово На самом деле Я хочу выразить вам Большое спасибо За то, что вы делаете Ну собственно говоря Все Спасибо Хорошо, тогда Давайте вот последние реплики Артем Все сказано А дальше надо уже Разбирать конкретные сюжеты Но я хотел бы Во-первых согласиться С Александром Про информированный Рассказ О науке И не науке И снова возвращаясь К девочке И залезняку К вашей реплике Мне кажется Все-таки Мы сейчас В такой ситуации находимся Человек Это сложное существо Это правда Ты можешь ему дать 500 рациональных аргументов А он их не послушает По той же гомеопатию Потому что им двигаются Некие силы Которые Линитие мотивации Которых рациональные Научные аргументы Не касаются И тут Опять же Я считаю Что личный разговор Глаз на глаз Одного Председателя С конкретным человеком Это Взаимопонимание Обеих сторон Это Более действенно И более правильно Чем Вот такая Попытка Апелляция К каким-то Массовым технологиям Будь то Рескрипты Государства Или Татьяне Тексты Которые Нацелены На всех И ни на кого Проблема в том Что у нас 100 миллионов Граждан России Там порядка А просветители Вот они Примерно Три таких комнаты И все Если каждый раз Глазу на глаз То это будет Не очень эффективно Ну эффективность Вот А так Массированные Во всем И ни по кому Это можно сказать Что тоже Не очень эффективно Так что Когда личные связи Личные контакты Личный момент Просветления Возникает Мне кажется Это более эффективно Чем Антон Медийная штука На мой взгляд Мы движемся В правильном направлении Та волна Ударная Которая была Произведена Этим меморандумом Она в любом случае Достигла цели Изменить ситуацию Сверху лихим Кавалерийским Наскоком не получилось Наверное Этого всерьез И никто не ожидал И лобби Производители И ригидность Тех кто стоит сверху Им сейчас не до того Они слишком велики Но хотелось бы верить Что что-то Можно изменить И снизу Капля камень точит И когда Каждый из нас На своем месте Врач Журналист Будет работать В этом направлении Накопится критическая Масса людей И тогда система Поменяется Когда пациент Будет высмеивать Врача Назначающего Гомеопатию Когда студент Будет высмеивать Профессора Рекламирующего Гомеопатию Тогда наверное Что-то поменяется Глобально Спасибо Антон Но при этом Обращаю ваше внимание Что вы начали С ригидности Тех кто стоит сверху То есть в идеальном Мере вы бы считали Что это должно Вот если бы Верха не были так Ригидны и заняты Другим делом То вы бы считали Что все-таки Это должно было бы Быть государственное вмешательство Ну честно говоря Да Потому что для того Чтобы избавиться От гомеопатии Для того чтобы Избавиться от От октавигинов Там серебролизинов И так далее Должен быть человек С очень Ну как это сказать Деликатно С мощной Политической волей Который способен Будет вот это вот Осиное гнездо Разворошить Это будет дико сложно Это будет опять же Волна народного Гнева И Большие пиар Компании Производителей Это можно сделать На самом деле Но пока Такого человека нет Медики хотят Опять Сталину Я обращаю Так Я обращаю внимание На противоречие Которое уже возникло Между Александром И Антоном Которые вообще говоря Планируют как представители Одного лагеря Александр говорит Про информированное решение Каждого человека А Антон говорит Про государственную волю Которая должна Значит ухлопнуть Анаферон Выгнать Выгнать Эпштейна Из Академии наук И С чем я кстати согласен Здесь как с курением Когда даже Люди не курящие Люди здравомыслящие Интеллигентные Они вдруг восстали Против закона Вот про курение Только не надо Сейчас пойдем покурим И обсудим И говорят Что не надо Бороться с курильщиками А надо бороться С курением Как с семьями Нет Извините Так не получится Любовь Я думаю Что Появление Меморандума Конечно Это было положительное Явление Положительное Позитивное Но Для меня Конечно Было интересно Что Насколько Много болевых точек В обществе И насколько Вот Каждое Что Появление Чего-то нового Какие-то Представления Какие-то Идеи Предложения И так далее Любые Вызывают Болезненную Реакцию Ну Видимо Видимо Когда Общество Не очень Здорово То его Лечить тяжело Но все равно Пытаться Это надо Делать Хорошо Спасибо Да А что вы мне Показываете Я знаю Спасибо Я бы хотел Поблагодарить Всех Спикеров И поблагодарить Всех Участников По-моему Вполне Было Паучительно